Итак, вернемся мы с вами к Священному Писанию. Читаем мы с вами третью главу книги пророка Исаии. Если мы помним, в прошлый раз, напоминаю даже, о чем шла речь. В прошлый раз пророк Исаия говорил о том, что Бог не спровергнет всякую высокомерную гордыню людей. И все то, чем человек гордится, будет не заложено Богом. Очень важно помнить нам сейчас, что люди говорят, ну как, я сам собой не горжусь, но я горжусь семьей, детьми горжусь, страной горжусь, зданием красивым горжусь. И Господь сказал, что все вещи, которыми гордится человек, Бог их обязательно не зложит, сокрушит. Как говорит Господь, да, идет все высокое, то, что есть у высоких людей, оно будет не заложено. Господь это обещал, и так действительно в реальности будет. Потому что Господня власть не терпит, чтобы человек воздавал божеские почести, кому бы то ни было, кроме Творца. Вот, это понятно, да, потому что только Бог заслуживает поклонение, ничто же земное служение не заслуживает. Понимаете, да? Ни ангел, ни человек, ни что иное, ни земное существо никакое не заслуживает, чтобы ему служили. Только Бог заслуживает всякой славы. Поэтому и мы говорим, яка, твои царства, и силы, и слава, да? Тебе подобает царства, и силы, и слава, воеки веков. Ты властвуешь во веки, а ты властелин селены. И вот, дальше Господь продолжает описывать бедствия, которые являются следствием гордыни, высокомерия и идол поклонства Израилю. Итак, мы читаем с вами священный текст. Вот, владыка Господь Саваоф отнимет у Иерусалима и Иудеи мощного и мощную, подкрепление хлебом и подкрепление водою, и сполина и крепкого, и человека воинственного, и судью, и пророка, и прозорливого, и старца, и пятидесятника, и пятидесятника дивного советника, и мудрого строителя, и разумного слушателя. И поставлю юношей, князьями у них, и обманщики будут господствовать над ними. И в народе будут угнетать один другого, каждый ближнего своего, юноша будет оскорблять старца, бесчестный, честного. И возьмется человек за брата своего, а в семействе за отца своего, и скажет, у тебя есть одежда, будь нашим вождем, и пища моя будет перед тобой. Но он в тот день скажет в ответ, не буду твоим вождем, потому что в дому твоем нет ни хлеба, ни одежды, не буду вождем этого народа. Ибо оставлен Иерусалим, и пал Иудеи, и язык их беззаконен, они не покорны Господу. Посему ныне унижена слава их, и стыд лица их свидетельствует против них, и о греке своем, как в Содоме, они рассказывают открыто. Горе душе им, потому что на себя самих замыслил лукавый совет, говоря, свяжем праведного, потому что он непотребен нам, посему они вкусят плоды дел своих. Горе беззаконнику, бедствие постигнуть его по делам рукнику. Итак, пророк Исаия продолжает обличать современный ему Израиль, где идолпоклонство стало нормой жизни. Когда люди кланялись тварей вместо Творца, что это поклонство? Это не обязательно какого-нибудь деревяшки кланяются. Когда человек вообще, возглавляет Божескую честь, сотворенному вместо Творца. Это совершенно недопустимо и, к сожалению, хотя очень институционно сейчас. Очень многие люди кланяются деньгам вместо Творца, кланяются своему знанию вместо Творца, кланяются науке, кланяются каким-то земным достижениям вместо Творца. Творца говорит, ой, у нас вот такие, потом мы делаем ракеты, да, и полкаряем или не сеть, да, а также области болят, а впереди планеты сеть, да. Понимаете, как в песне известной. Вот, и в результате человек, он гордящийся чем-то плодами рук своих, он совершает тот самый грех идолпоклонства, который прямо вызывает ярость Бога. Почему? Потому что человек такой, он слава подобающий единственному Богу, переносит на тленный мир, в результате он сам становится тленным, распадающимся. Понятно, если я кланяюсь свиньей, я свинью и буду. Понятно, да, я буду ориентироваться на свинью своей жизни, так вот, и, естественно, результатом моей жизни будет такая свинская жизнь. Ты понятно, да? Скажи мне, кто твой Бог, и я скажу тебе, кто ты. Понятно, да, потому что, если я кланяюсь Богу, прелюбодея Богу, а убийцы, да, вот как вы-то, помните, языческие боли какие были, да, отцы-убийцы, матери-убийцы, насильники, прелюбодеи, извращенцы и подобные мерзли, да, которые про рассказы про языческих богов. Помните, может, многие в детстве читали там, да, рассказы про римских богов. Вот, а почему, значит, вы читаете сейчас смягченный вариант, а то, что в реальности там было, там было гораздо круче. Об этом вы можете почитать, там, Апплодору, там же самое. Глазишка, а как относиться к Георгиевским лендышам, которые сейчас перед ним раздаются? Как-то все с ними так ходят, ходят. Георгиевский лендыш. Ну, я не знаю, спокойно относиться к ним. Я не знаю, вы же, если вы одеваете, там, эту лендышку в знак уважения к человеку, уважение, да, то есть, что уважаете человек, который там скрушил фашизм. Ну, пожалуйста, какие проблемы. Георгиевский лендыш, как с того Георгия происходит, как давно. Вот, а то, что сейчас начинает раскручивать, я не знаю. Я думаю, что нужно честно обсуждать войну, а не заниматься какими-то мифами вокруг войны. К сожалению, вот, чем тяжело эти майские дни, потому что слишком много лжи вокруг этой войны бывает, которые не проговариваются. Вот, это на самом деле нехорошо. Луж вообще на ничего не подстроишь, на самом-то деле. Итак, и вот, здесь как раз и подчеркивает, Бог честь пророка, он говорит, вот, владыка Господь Саваоф отнимет у Иерусалима и Иудеи крепкого и крепкую, то есть, мощного мужчину и мощную женщину, сильную в каком смысле? Господь сделает так, что не будет у людей сильных в Иерусалиме, ни мужчин, ни женщин. В каком смысле сильных? По имею ввиду, конечно, ни качков, ни те, кто на качестве мышцами ходит, а людей внутренних, духовно сильных людей. Таких людей в Иерусалиме не будет. Вот, знаете, часто жалуются, говорят, где там мужики сейчас, где там настоящие силы воли, там, мужчин и женщин. А это результат действия Бога. Бог сам у мятежников отнимает сильных мужчин и сильных женщин. Почему, я думаю, догадываетесь, да? Представляете, все безбожные, богоборец, да еще и сильные. Чего он там наворочает, понимаете, да? Поэтому Господь отнимает у таких людей силу, крепость. И Господь, он делает так, что человек, он лишается вот этой внутренней силы. Действительно, любой человек, поднявший мятеж против Господа, он, конечно же, слабеет. Это известно. Гордец, чем больше он гордец, тем слабее он становится. Это замечено. Многими, многими. Я думаю, каждый мог это заметить сам, дать своего опыта. Но это касается и общества. Если общество восстало против Бога, то у него Господь отнимает крепкую и крепкую. Подкрепление хлебом и подкрепление водой. Подкрепление хлебом и водой. Здесь идет речь, конечно же, о том, что Господь продовольствие в буквальном смысле отнимет. Но и под ней идет речь, конечно же, и о духовном хлебе. То есть, о том, что укрепляет душу человека. То есть, и физический хлеб он отнимет, то есть, что будет голод. Но он отнимет и то, что укрепляет дух человека. Что-то ошибается. Вот. И Господь отнимет также и исполина, и крепкого. И человека воинственного. То есть, Господь у мятежного общества отнимает силачей, которые могут выступить в сражении. И могущественных воинов. Отнимает людей воинственных, которые могут хорошо войну сорганизовать. А что люди, в результате, будут проигрывать в войнах. И отнимет Господь и судью, и пророка, и прозорливый статус. То есть, Господь отнимает правосудных судей, которые будут порядок поддерживать в городе. Потому что, какой порядок может быть при том, что люди сами восстали против источника закона, против Творца. Бога, который обеспечивает порядок. Так что правосудные судьи исчезают именно потому, что общество отступает от Бога. Видите, какая отличность. У нас говорят, ой, почему там судьи неправосудны. Ответ очень простой. Общество отступило от Бога, и потому люди неправосудны. Понимаете, да? Это, конечно, не оправдывает ни в коем случае самих беззаконных судей. Для них, для их злодейства будет наказание. Но причина именно в мятеже. Мятеж против Творца приводит неизбежно к исчезновению и решению правосудия в обществе. Например, в 1937-1938 году было очень сложно правосудных судей найти. А вот говорят, что в Ленинграде было всего 5-х годов во время войны, а в Москве намного больше. Поэтому блокады так стоит. Не знаю, не знаю. Я не помню, что было в Ленинграде, честно скажу. Поэтому сказать ничего не могу. Ленинград в блокаду попал по понятной причине. В родине революции. Это же очевидно. Если в Ленинграде, как известно, против революции воевал только один женский батальон, то Москва держалась гораздо дольше. Так что это неудивительно. Потому что вся эта война, которая пришла, была с целью выжить эту революционную заразу. Она ее выжгала. В прямом смысле этого слова. Такой просто коток был. Выжигающий. Чтобы капитализм уже тогда это оказал, да? Да почему-то капитализм. Чтобы вот эта богоборческая власть, богоборческая попытка построения Царства Божьего на земле без Бога не осуществилась. Для этого Бог навел войну. Вот. И Бог отнимет пророка. То есть, здесь идет речь о том, что подземливается не настоящий пророк, а подземливается пророк, который обеспечивает, что называется, идеологическую опору общества, лже-пророков. Господь не даст даже людям создать никакого обоснования без общества. Ну, если вы помните 90-е годы, на которых в нашей стране, в России, также были стящие с полным фото пророчества, совершенно так, таким же образом, когда у нас был львотник там, да, и военачальники хорошие, да, ведь, когда у нас, помните, в Чечне, там, у Вязы, с первой чеченской войны, помните, да, с правосудием у нас тоже проблемы были, так, да и сейчас остается. Вот. Так у нас, помните, одна из проблем была, что никак не могли выдумать национальные идеологии, помните, да? Все им все проваливалось, да? А это, кажется, из-за того, что Бог отнял вот того самого пророка, того самого, о котором здесь говорится. Сейчас уже лучше? Ну, смотрите глазами, что вы меня спрашиваете. И прозорливого, то есть, человека, который может прогнозы строить на будущее, это Господь тоже отнимет. То есть, люди не смогут элементарно на день вперед заглядывать, в результате того, что Бог отнимет у них разум из-за мятежа их. И старцы. Под старцем я имею в виду не просто старик, так, конечно же, да? А старец, в смысле, человек, обладающий житейской мудростью. Даже житейской мудрости не будет даже у стариков, кое-как, что мы тоже видим. Потому что, если вспомнить 90-е годы, да, или да и сейчас, часто бывает, к сожалению, проблема неуважения к старикам связана не только с плохим воспитанием детей, что действительно так, да, но и с тем, что очень сложно, наверное, стариков уважать. Такой глупости, злобы они несут, понимаете, да? Вот, хотя это не оправдание тем, кто не почитает старшего, потому что почитание должно быть вне зависимости от их ума или глупости. Но вот сложность именно в этом есть, да, то, что Господь вот эту мудрость у стариков отнял. Потому что явно, что эти бабушки, которые с искаженными лицами размахивают по красными флагами, образцом мудрости являться не могут. Никаким образом. Как раз исполнили того пророчества, который исполнен сейчас. Но то же самое было под словом Господа в времена Ахаза, когда Господь стал отрезать эту идею кусками просто землю, наводя на иудеи войска, врагов, которые со всех сторон обрезали иудею. Как и, собственно говоря, тогда мы видели, тогда было ясно то, что происходит всегда. Что Господь в свой народ, если он принимает нитеж против него, он его обузывает очень жесткими нервами. Христос Торреть. Ну что, мы с вами продолжаем изучать Священное Писание. Мы с вами сегодня читаем третью главу книги Прокреста и завершаем послание кремлиным апостола Павла. Сегодня, перед тем, как мы начнем изучать эти священные тексты, я хотел сказать несколько слов о сегодняшнем святом. И потому что создавается память одного из великих миссионеров Русской православной церкви, святого Стефана Пермского, апостола народов, которые назывались раньше зырянами, а сейчас называются еще и коми-пермиками. Он, будучи ростовчанином, жителем Ростова-Великого, он с детства вдохновился идеей проповеди Христа Спасителя дикарям и отправился, обучившись греческому языку, при горе затворе обучившись, будучи посвящен священный сан митрополитам, он отправился в Пермь. Там он создал церковь Божия, там он проводил Евангелие. Начал проповедь с очень политкорректного поступка. Он пришел накануне главного праздника язычников, в капельчик язычникам срубил их священное дерево, они деревьями кланялись, как богам. Ночью срубил дерево и сел на пенечке и ждет, пока язычники соберутся. И язычники собрались, как вы понимаете, они были в полном восторге, а он стал говорить, ну что вы, собственно говоря, заступаете за вашего бога, которого вы богом считаете, что это за бог, который я топору срубил, и ничего не сделал. И начиная с этого момента он проповедил Евангелие, и он создал специальную азбуку для зверян, перевел в священное писание, богослужение на зверянский язык. И благодаря его смешным трудам коми-пермяки стали православными христианами. Все, наверное, знают эпизод из-за его жития, но это самый известный эпизод, наверное, связан с Сергием Радоничем, они же были современниками. И вот, когда Стефан ехал уже в Перми, он не успевал заехать к Сергию, он на расстоянии 8 километров поклонился ему, в этот момент Сергий был в трапезной, он стал поклоненствоваться приезжающим к Святому Стефану. На месте, где был Святой Стефан, до сих пор стоит крест, и там такое кирпичное здание. Если ты ездил на машине, Сергий, посад, вы знаете, как только вы повернули на посад, там чуть-чуть проехали, и такое кирпичное здание, и там крест. То самое место, где Святой Стефан поклонился Святому Сергию. И таким образом, такое духовное братство было между этими святыми. То есть, Стефан скончался в Москве и был похоронен в чудовом монастыре в Москве. И где сейчас мощи, ну, часть мощи сейчас находится в Свиканстве, где он проповедовал. Господь отнимет также пятидесятника. То есть, солдат, которым может управлять пятидесятся солдатами. Как там у нас это будет? По войскам. По войскам. Пятьдесятник кто такой? Пятьдесятник. Это взводы. Командир взвода, да. То есть, даже взводных хороших не будет, Господь говорит, да? Да, то есть, даже низшие командования нормальные то не будут попадаться. То есть, те люди, которые смогут даже элементарно командовать. Ну, грубо говоря, тогда в Израиле что бы возникло? Незавчина возникла. Полный, абсолютный беспредел войск. То есть, в смысле, что в Израиле тогда Бог навел так, что войска, они стали там уничтожаться. А дисциплина вся развалилась. Что происходило и сейчас, опять-таки, по той же самой причине. И отнимет Господь дивного советника. Дивный советник, это человек, который умеет делать нетривиальные какие-то ходы, да, предлагать. Который сможет сделать, разработать какие-то новые, совершенно яркие выходы для общества. И Господь и такого отнимет человека от общества. И отнимет мудрого строителя. То есть, даже архитектору Господь хороших не даст. Так что здание будет построено этим архитектором, и будет рушиться. Вот. Как мы тоже видели, да? Вот. И отнимет Господь разрубного слушателя. То есть, того, человека, который умеет слушать и понимать, и передавать другим то, что прочитано и услышано. То есть, люди потеряют способность слушать. Будут все говорить только, да, все только будут учить, но никто не будет уметь слушать, говорит Господь. Потому что дар слушания Господь отнимет в наказание за мятеж у гордецов и высокомерников. И Господь говорит, и я поставлю юношей князьями у них, и обманщики будут господствовать над ними. Вы как раз знаете здесь выражение? Каждый народ заслуживает того правительства, которое он заслуживает, которое он получил. Понимаете? Вот это выражение прямо обоснованное этим с вами писанием. То есть, Бога это якость ставлю вам молодых властителей. Я помню, еще недавно было такое время, когда там говорили, что там главная дорога, чтобы была молодым, да, там во власти. Там нужно молодых во власть, помните, да? Что мне и будет. Кстати говоря, вы знаете, какой средний возраст был членом в ЦК ВКВБ во время революции? 29 лет. Те люди, которые делали революцию, в среднем возрасте было 29 лет. Вот. Это как раз вот такой пример. То есть, юноша, которому никого не жалко, да, вот такая юноша, юноша, это беспредел, что называется, да, вот, он, это является наказанием Бога в стране. Вот известный такой писатель Аркадий Гайдар, например, он был уволен, вы знаете, да, наверное, из вооруженных сил за немыслимую чудовищную жестокость. То, что он, собственно, ручно, там, тысячи, сотнями расстреливал людей, вот, и его не могли остановить, оказалось, что он сички болен, поэтому его демоализовали даже во время Гражданской войны. Ну, знаменитый, который там Тимур Стиверасказ написал, вот, это был просто не чудовищный маньяк, который просто пришлось, даже, даже коммунисты испугались его маньячности, а они, как вы понимаете, были явно немятки люди. Это юнинша, который командовал полком, 16-летний, юнин, он юнинс, представляете, который полком командует. Вот, это такой, это страшный результат того, что Бог наводит наказание, такое, на гордецов, понимаете? причина, причина, причина гордыни высокомерия людей. Когда Горячий говорит, я сам построю все, Бог говорит, ну что ж, я тебе создам для этого самые лучшие условия. Самые лучшие, так? Так как мудрость, рассудительность, искусство, мои дары, я их отниму. А так, строи, пожалуйста, что хочешь. И что получится, увидишь. А то, говорит, интересно, говорит, Господь Бог, да, что вы хотите построить, используя мои таланты, да, а меня не благодаря. А вот мне будет, Господь говорит. Вы не думайте, что я так механически вам выдал, и не буду вас отчета требовать за свои дары. Потребую, говорит, Господь. Спокойно потребую. Я отберу их просто. И все. И обманщики будут господствовать над ними. Или может вести еще ругатели. То есть те люди, которые любят обманывать и ругаться. Вот это такое странное, интересное описание, да, что Господь говорит, что одно из наказаний, это что человек не может без мата разговаривать. Ну, какой блестящий пример такого матершини, который господствовал над людьми, это Георгий Константинович Жуков, который, говорит, без мата вообще разговаривать не умел. Вот. И главный лозунг был вперед там, на лошадку, там, несмотря на количество потерь. Когда там под Оржовом одну высотку, одну деревню, Сычевку убрали, там 112 сватат было, представляете, в лоб, на пулемет. А не жалко, что там. Вот такой пример, такой ругатели господствуют, да. Те люди, которые ругаются и обманывают, вот они и господствуют над людьми. В результате мятежа против Бога. А? Ну, а чё, халю пример тоже, может, далеко не ходить. Видите, то есть, то, что сказано было тогда, видите, сказано было 27 веков назад. Исполняется в наше время, понимаете. Исполняется действительно напрямую связанно, связанно именно с тем, что люди положились на себя, вот, решили построить царство своё, и Бог, в результате, отнял все свои дары и поставил сам вот таких людей. Говорит, вы гордецы, поставлю вам гордого. Да? Получите. Что вы хотите, то и получите. Почему мы будем суждать? Мы суде Божьем. Итак, мы сейчас не обсуждаем Георгия Константиновича. Я просто привожу пример. И в народе будут угнетать один другого, каждый ближнего своего. Юноша будет оскорблять старца и бесчестник честного. Здесь вот произойдет то, что в народе вся система отношений, она рухнет. Что каждый будет стараться оскорблять другого. Вот эта система, когда каждый человек говорит, «Сегодня умри ты, завтра я». Знаете, вот такая уголовная система, как уголовники делали в зонах, или как нацисты делали в фашистской Германии, или как коммунисты делали. Это такая система, когда люди затаптывают другого человека, когда по головам думают добиться чего-то. Это мы видели в 90-х годах, так и было. Помните, каждый будет так, как это произвелось, что в наше время, то, что сказал древний пророк, что в народе будут угнетать один другого, каждый ближний от своего. У нас очень часто любят ругать правителей, так? Но давайте будем последствовать. Давайте, почему мы только на правительствах останавливаемся? Простите, те же самые бандюки, которые там, наводняли наши города, их не правители ставили. А если мы пойдем дойдем до конца, узнаем, кто их ставит, мы отвечаем, поставил их Бог в наказание за первого греха, за гордыню и за почитание тварей вместо Творца. Понятно? Это принципиально очень важный момент. Когда человек поставил, стал служить в Творении вместо Творца и стал высокомерче гордиться, Бог ему говорил, ну вот, получи. Какие уже пастыри были с золотыми хрестами, типа, надежные не могут быть и вот это. Да. Числи, ладо со своей идеологией. Да. И дальше, смотрите, юноша будет оскорблять старца. Вот, опять-таки, предсказание пророка, которое было тогда, оно дико для Востока особенно, где вообще почитание старшего это вообще, конечно, аксиома. Но, то же самое ведь и у нас было. И сейчас есть такое, когда считается оскорбить старшего себя, ничего страшного, нормально. Ну, спать на метро это ладно, в конце концов, пускай проспетит. Вот, ну, одно дело, конспект, такое дело, как хамят, если это жутко, да? И бесчестный будет оскорбать честного, то есть, какие-нибудь блудники, там, воры, там, да, злодеи будут считать честных, осмеять честных, говорить, а, говорит, дурак, ничего в жизни не понимает. Мы таких разных слов не слышали, насколько угодно мы таких слов слышали, да, и видели издания, которые спугандируют, так ведь, как это было в времена Ахаза, так и сейчас. Но помните, что причина в моговорчестве. Позвольте, кто борется с Богом, кто не желает раскаяться, получится такое. Понятно? У нас, у нас все время начинают обличать следствие, забывая причины. А Порок напоминает, говорит, Бог говорит, это от меня пришло. Это я вам такое дал. Вы подняли мятеж против меня, получите то, что заказывали. Вы думали, что без меня будет хорошо? Нет, получится именно это. Я вам такое дам, отвешу вам ваших же желаний, так? Знаете, некоторые говорят, почему мои желания Бог не выполняет, так? А иногда Бог выполняет желания. Вот гордец высокомерно говорит, я хочу, чтобы мои желания Бог выполнил. Бог говорит, пожалуйста, вот вам описание, что получилось, так? Хорошее общество, получилось, в результате. Замечательно, очень удобно, на таком обществе жить. Да, на то и на пароле, совершенно прямая связь, да. И, возьмется человек за брата своего, а в семействе за отца своего и скажет, у тебя есть одежда, будь нашим вождем, и пища моя будет перед тобой. То есть, люди будут отыскать, хвататься за кого угодно, лишь бы там, он стал, порядок, да, навел, хаос остановил. Помните, даже крики, да, нужна сильная рука, сильная рука, там, да. Вот то же самое, что бы сказал пророк. Но он скажет тот день в ответ, не буду твоим вождем, потому что в дому моем нет ни хлеба, ни одежды, не буду вождем этого народа. То есть, этот народ, который восстал против Бога, его никто не хочет даже в управление-то брать. Даже сильная рука это не хочет брать. То есть, когда Бог навел свою руку, да, это уже даже тирания, и ты не хочешь касаться. Ибо оставлен Иерусалим и пал Иудея, язык их беззаконен, они непокорны Господу. Вот. Все это результат того, что Бог оставил Иерусалим и Иудея, а и результат того, что язык непокорен Богом. Что значит язык? То есть, речь. Речь непокорников, речь мятежников. Речь людей, которые говорят, а я и так справлюсь. Мне ваш Бог не нужен, я как-то так обойдусь. Зачем мне все это надо, так? Ведь я самый умный, я и так хороший. Понимаете? Вот такому, вот за это Господь и наводит такие вот наказания. Посему ныне унижена слава их, и стыд лица их встретит стыд против них. За это Господь говорит, их славу саму унижает. Значит, унижена слава, и что это выражение означает? Значает, все то, чем они хвалились, будет гарантированно уронено в грязь. Это вот обязательное следствие. А когда неизвестно? Да нет, почему известно? А что, в 90-х годах разве не так произошло? Разве не то, чем не гордились жители нашей страны, разве не было уронено в грязь? Все аккуратно было уронено в грязь. Потому что Бог это сделал, да, не спроверг все в грязь, все, чем славили, все добили, чем они высокомерничали. Будут унижены славы, говорит Господь. И стыд лица их встретит против них. А что значит стыд лица и встретит против них? То есть у них нагло, их стыд лица против них это о чем говорит? Что они стыдятся чего? Они стыдятся, когда случайно добро сделают. Понимаете? Им стыдно сделать добро. Это вот как знаете, в начале в 90-х годах люди стыдились девственности. Даже в фильмах говорят, стыдно он до сих пор девственник. Человек стыдится сделать добро. А стыдится, что он не ворует, стыдится, что он не беззаконный. Понимаете? И этот стыд он является свидетелем перед глазами Бога против них. Потому что Божий Отчий видит этот стыд. Так? Они видят лицо каждого человека. И этот стыд он направлен против каждого человека. Против каждого такого стыдящегося. Не всякий стыд хорош. Понимаете? Ну там он стыдится. Может он стыдится добро делать. А сколько таких людей, которые стыдят делать добро? Вот этот стыд против них свидетелем выступает. И Божий Суд поэтому обучивает таких людей. И главный грех какой? И о грехе своем как в Содоме они рассказывают открыто. Вот. И в Израиле так было, так? В имена Исаия пророка? И сейчас? Да? Прямая пропаганда греха как норма жизни. Как в Содоме и в Гаморе было. Когда в результате Господь сжег его проклятые города. Самый главный грех Содом и Гаморе был даже не гонкциализм, а то, что им балах парились. Понимаете? Грех становится непрощаемым тогда, когда им хвастается. Понимаете? Потому что хвастарство грехом это полностью противоположное покаяние. И следствием этого мятежа является что? То, что они делают страшнейший грех. Горе души их, потому что они на себя самих замыслили лукавый совет. То есть сам человек против самого себя замышляет злой совет. Говоря свяжем праведного, потому что он непотребен нам. Посему они вкус и плодел свои. То есть эти владеи они заходят только для того, что даже праведного они связывают. арестовывают, бросают в тюрьму, потому что он непокорен, не похож на них. Это пророчество касается и самого Исаия, который был убит иудеями, перепелив деревянной пилой. Но оно в первую очередь касается самого Христа Спасителя, который иудеи связали, отдали на убийство и на смерть Пилату. И таким образом Исаия про них говорит. И все святые отцы понимают, именно в первую очередь относитесь к иудеям, времен Христа, что они в своей гордыне, высокомерии сделали самый тяжелый совет. Они собрались против Христа, отвергли его, связали его и отдали на убийство. Таким образом они сделали вред своей душе. Они убили сами себя практически. Они погубились за свою душу. И именно поэтому как раз те люди, которые выступают против Христа, то есть соучаствуют в смерти Христа, они делают горе и беду саму себе. Потому что они губят себя. Мы уже говорили с вами, что слова «Кровь его на нас и на детях наших», которые кричали иудеи, у дворца Пилата, они падают не на всех иудеев по национальности, а на тех, кто выступает против Бога. Кто хурит Христа и не хочет хреститься. Но касается не только иудеев, кого еще? А любого, кто сознательно отвергает Иисуса Христа, на него кровь Сына Божия палит, как отжигающая кровь, которую Бог Отец взыщет с мятежником. Понимаете? Итак, и дальше говорит пророк, он говорит, горе беззаконнику, бедствие постигнуть его по делам рук его. Это очень важный момент. То есть Писание прямо говорит, что беззаконие приводит к возмездию. Бог воздает за злые дела. Бог не есть, Бог не правосудие. Когда люди говорят, мы еще раз повторим, когда люди говорят, что Бог не должен никого наказывать, да почему никому основанию наказывает. Это очень простой. Потому что Бог наш, Бог любви и правосудия одновременно. В нем и то, и другое есть. Он реально именно таков. Бог Писания действительно воздает за злые дела человеку. И попытка этого отвергнуть на самом деле приведет к такой ревизии Писания, что Писания еще не останется. Попытайтесь изъять из Библии все места, связанные с правосудием Божьим, что останется? Я думаю, ничего не останется. Понимаете? Все эти попытки сделать Бога либеральным каким-то, Богом терпимости, они не имеют никакого основания в Писании. Бог терпимости это не Бог христиан, и не реальный Бог-Создатель, который управляет миром. Бог наш, он Бог немыслимой любви и немыслимой права и правосудия. Поэтому говорит Бог горе беззаконнику бедствия постигнут его по делам рук его. То есть человек сажает своими руками себе беду. Звые дела человека неизбежно в обязательном порядке обрушиваются на злоте. Это прямое и естественное следствие его злодейства, которое Бог наводит на него. Даже через года. Да, года действительно здесь не имеет никакого значения. Если грех не раскаян, он спустя года может обрушиться на человек. Поэтому и должен раскаяться в грехах, несмотря на все сроки, которые прошли. Понимаете, да? Потому что иначе бедствие настигнет человека. И дальше Бог обращается к людям и говорит «Народ мой, начальники ваши обирают вас, истязатели господствуют над вами. Народ мой, ублажающие вас, обольщают вас, истязинок ваших извращают. Но ныне восстанет Господь на суд и поставит на суд народ свой. Сам Господь придет на суд со старейшинами народа и с начальниками его. Почему вы сожгли виноградник мой и награбленный у бедных в домах ваших? Здесь Бог воскресает. говорит народу, посмотрите, что с вами сделал ваш беззаконник. Бог здесь выступает как революционер, но какой революционер? Он говорит, смотри, до чего вы повели себя своими беззакониями. Вы довели себя беззакониями до того, что начальники ваши они обирают вас. На самом деле слово начальника дословно собирающие подачи, налоговые власти ваши они обирают дословно обирают дочество. То есть ваши начальники такие налоги поставили, что от вас они выгревают вообще все, что у вас есть. Догова вас раздевают. И жадные взаимодавцы господствуют над вами. То есть над вами стоят истязатели, которые выбивают из вас долги с процентами. А вот до чего ваше беззаконие вас довело. Что вон кто у вас правительный стал быть Господь. Заметьте, да? Логика противоположная революционерам. Революционерам говорят, пойдем убьемся по тем правителям. А Бог говорит, а ты бы на себя посмотрел. посмотрите, посмотрите, до чего ты себя довел. До чего это вы дошли, да? Потому что ваше беззаконие, ваш мятеж до этого довел. Ну и народ мой дальше говорит Бог, те, кто называет вас счастливыми, обманывают вас. И клинок ваших они изворачивают. Смотрите, говорит Господь, берегитесь тех, кто вас хвалят. Поэтому и говорит в Писании, что те, кто обман, кто хвалит вас, они лгут вам. Они хотят похитить вашу душу. Они хотят вас покупить. Бойтесь христицов. Бойтесь тех, кто вас хвалит. Бойтесь тех людей, которые вас расхваливают. Почему? Скорее всего, они скорыстно цели это дело. Даже с практической точки зрения. Разве не так? Значит, вами хочется поживиться. Поэтому говорит Господь, смотрите, остерегайтесь. Те, кто хвалят вас, они обманывают вас. Хотят просто сбить ног ваших загубить вас окончательно. А хвалить можно вообще? Хвалить можно, захваливать нельзя. Но здесь дальше Господь говорит. Но ныне восстанет Господь на суд и поставит на суд народ свой. И Господь говорит, я уже сейчас вмешиваюсь. Я сейчас вмешиваюсь. Я разбиваю это, царство злое. Я ставлю вас перед собой, вас стряхиваю. И я буду судиться с вашими начальниками, с вашими старейшинами. Сам Господь придет на суд со старейшинами народа и с начальниками его. Вот мы с вами знаем, что Господь это и сделал буквально в смысле этого слова. Он пришел на суд к старейшинам и не помните? А кто судил Христа? Персвященники начальники народа. Понимаете, а что он им ответил на суд? От ныне вы снова увидите меня, выседающий на облаках небесных и идущий со славой силой много. Христос, как тайный судья, провел всекственный эксперимент. Он прошелся по всем судам земли и проверил, как осуществляется правосудие князьями земли. Так? И он таким образом вынес приговор. Поэтому говорит Максим Исповедник, он говорит, что смерть Господа есть суд над судом. Понимаете, да? Он судит каждого человека и воздает каждому. Вот Господь говорит, я пришел на суд с начальниками, с старейшинами народа. Зачем почему вы сожгли виноградник мой и награбленный у бедного в домах ваших? Господь говорит, я пришел тут сказать, почему вы доверены мой народу такой доказатель бедствий? Я вас прошу, говорит Господь, не думайте, что раз преступление народа является причиной вашего беззакония, он с рук сойдет. Нет, говорит Господь. Вы сами это сделаете. Я вам попустил это сделать, я с вас и сычу. И почему он ограбленный у бедного в ваших домах? Говорит Господь. Помните, Господь говорит, что я сделаю так, что имущество бедного, оно загорится, как огонь и сожжет все ваше, то, что есть у вас. Это известно, что одно из самых страшных преступлений в глазах Бога это обирание бедняков, беззащитных, слабых, беженцев, сирот и вдов, которые никому защищают. За них сам Бог вмешивается и взыскивает с них заизвыдела. И дальше Бог спрашивает их, за что вы обижаете народ мой и в лицо бедных срамите, говорит Господь Саваоф. Вот я понимаю, за что я вас попустил, а вы-то за что? Вам что они издевали? Почему вы свою власть использовали для того, чтобы издеваться и обижать мой народ, который не вам принадлежит? Унижать его? Как часто знаете, бывают начальники, которые говорят, ой, там, быдло все это. Да, как чиновники сейчас такие бывают. И тогда, в то время, как помните, времена Христа, говорили Никодиму, а этот народ, который не знает закона, они прокляты, суть. Да, так же там логика, да? Вот одни мы умные, а это все быдло. А Бог спрашивает, а вы-то на каком основании их обижаете? Кто вам дал право скорблять мой народ? Некоторые говорят, ой, там, да, к сожалению, я такие вещи не слышал не только сидя от начальников, я такие вещи слушал даже от людей, которые там, типа, образованные, даже православные, слушают, ай, там все это быдло, там надо только на элиту ориентироваться. А Бог скажет, а кто вам дал право обижать мой народ? Так? Кто вам дал на это право? Это мой народ. Так? Как вы смеете спрашивать Господь Суров? Я подозреваю, что если это такое, когда он так спрашивает, ответ сложно сделать, да? Очень сложно, потому что обычный вопрос сразу же сопровождается соответствующим оргвыводом. Понимаете? А когда Господь Бог делает оргвыводы, понимаете, пересмотреть будет очень тяжело. Апелляционной комиссии нет, понимаете, на который может пожаловаться. Сами понимаете, да? Это на начальника может пожаловаться, а вот на Бога кому ты пожаловаешься, когда он сделал же, вмешался. И дальше говорит Господь. Так говорит Господь, за то, что дочери Сиона величаются и ходят, подняв шею и обольщая взорами и ступанием ног в длинном платье, играя при этом ногами, смеет Господь знатных дочерей Сиона и откроет Господь с ромоту их. Вот. Здесь Господь говорит, что здесь он приходит к суду конкретно элиты, женской части элиты, да, Израиля. Он говорит, они ходят, величаются, потому что, самое главное, они гордятся, они высокомерно ходят, презирая всех окружающих. И ходят, подняв шею и обольщая взорами. Обольщая не очень точно, перевод. он буквально раскидывает стрелы взоры, ну и стреляя глазами, видите, ворот, я не такая. Вот. Стреляет глазами и ступает ногами в длинном платье. Но длинное платье не совсем точно буквально означает с волочащимся платьем. У них там платье подволакивается по земле, и они так подволакивают, так вот, значит, людей обольщают. Вот. Играя при этом своими ногами, да. Ну, это тоже вещи известные, да, там у нас иммунитетничеством, ну и на самом деле походка такая специально многими ставится. Вот. А на самом деле в голове Бога это мерзость и гадость почему? Потому что это выражение внутренней гордыни, понимаете? Ведь Бог говорит. Если если шла речь раньше о начальстве, которое гордится им в сотне положения и использует для обирания нищих, так, то здесь приходит мой гнев теперь падать на женщин, которые используют свое женское обаяние, выражение интересное, да, обаяние? Что значит буквально? Околдовывание. Понимаете, да? Поэтому в слове обаятель. Да? Вот. От слова байка. Понимаете, да, то есть ложь. Специально обаять, значит, окутывая ложь. Вот. Или там очарование вообще напрямую связано. Да, понятно, с чем связано, да? От слова чародиста, да. Вот. И Господь говорит, что за такие вот вещи Господь, Он говорит, что Господь смирит, то есть унизит знатных дочерей Сиона и откроет Господь с ароматой их. В тот день и отнимет Господь славу одежных и украшений их и золотые вплетения волоса на голове. То есть они вот красиво одевались, так, но Господь все это с них сорвет. И из волос повыдергнет золото, да, и одежда длинная эти красивые, о которой они говорили, сорвет. А бахрому на платье Он сорвет и металлические луночки, то есть серьги в форме луны такие, которые на ушах были у этих красоток. Они их сейчас и архиологи находят. Вот. Снимет он, сорвет он с ней Господь и тонкие сорочки, полупрозрачные, да, которые используют барышни. Ну, в общем, и сейчас используются. Видите, мод не очень изменился на самом деле за 27 веков. Вот. И сорвет он украшения лица их. Украшения лица, это понятно, да, то есть он счистит с их лица там румяна, белила, накрашенные, лесницы, все это счистит аккуратно с лица их, да. Вот. И весь красивый убор их, ожрелье, перстницы, шейные цепочки, браслеты и ушные серьги, драгоценную верхнюю одежду и нижнюю. Дословно, соткнули дорогой, багряной, пурпурной одежды. Это красивейшая, драгоценнейшая одежда. Тоже Господь с них снимет. И отнимет у них утвари домашние. Утвари домашние, понятно, какие-то красивые всякие кувшинчики, разные бультирочки, все это, все эти вещи, женщины гордятся, нахлы говорят, а они вас здесь заберут. А как он заберет? А? А как он заберет? А очень просто, врагов пошли, они все берут. Самым простым образом, именно так тогда с санитянами приступило. Бог послал на них там сирийцев послал египтянам и ассирийцев. И они все обобрали до нуля. Вот. С ними дальше Господь, дальше Господь. Прозрачные лаконские одежды. То есть, драгоценнейшие прозрачные одежды такие, да? Которые ничего не скрывают, все открывают. Тоже, я говорю, моды ничего не поменялось на самом деле. Совершенно. Видите, то есть, многие говорят, ой, какой развратный век. Время-то какое, да? Ну, все то же самое. Видите? Абсолютно. Потому что дело не в моде, а в человеческом природе, которая не меняется. Понимаете? Может, технология чуть-чуть поменялась, но в этом отношении даже и она не очень поменялась на самом деле. И висценная, то есть, абсолютно белая, ярко-белая, и гиацинтовая, и пурпурная. И висцена, сотканная с золотом и гиацинтом. То есть, у вас красивая одежда, ярко-белая, с вплеченным золотом, с вплеченным такими синими нитками, выкушенным в ритм. И летние платья, перебранные золотом. Вот. И дорогие, дорогое постельное белье Господь вас отнимет. Игорь, 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 игорь. Вот. Знакомая картинка, да? Понимаете, вот интересно, читаешь про Каисайю, да? А такое ощущение, что описание до начала 21 века идет, да? Вот. И будет вместо благовония смрад и вместо пояса веревка. Веревкой будешь припояться. Вместо золотого украшения на голове будешь иметь плеш за дела свои. Кстати, женщине плеши выпить, да? Приятно? Вот. И вместо багряной одежды оденешь мешок. И прекраснейший сын твой, которого ты любишь, падет от меча, и сильные ваши, то есть мужья, упадут от меча и унизятся. И восплачут коронилища на рядов ваших, и останешься одинокой, и будешь на земле незримута. Здесь Господь говорит, да, что вот эти высокомерные гордячки, которые ходили, вот эти все эти вещи используют для обольщения, для власти мужчинами, так они будут унижены, пойдут в плен в наказание за вот такое высокомерие гордости. И, кстати говоря, это случается очень часто даже и в относительно мирное время. Вот если посмотришь на всякие передачи, иногда будет полезно смотреть передачи про всяких актеров, их судьбы, да? Часто бывает, что человек полностью забытый, умирает, где-нибудь вообще в семье забытый, так? В чем причина? Не будем судить конкретных людей, но причину Господь общее назвал гордость и высокомерие. Грех не в одеждах этих, а в том, что они используются для того, чтобы властвовать над людьми и свою гордыню, вот именно женскую гордыню через это удовлетворить. Понимаете? Вот именно поэтому христианкам, конечно, не подобает заниматься вот этим искусством. Понимаете, да? Ну, точно, христианам не имеют права сейчас найти украшения. Да украшения-то, понимаете, вопрос, ну как, украшения, формально запрет на украшения нет. Но, опять-таки, если вы будете украшения для этой цели носить, результат понятен, понятно? Вот, то есть, результат именно так, то есть, дело не в вещи, а как таковой, так? А в отношении. Получается, на смысл украшения подойдет. Ну да. М? Может, сразу, да, в мужик. Ну, ты как раз-то, понимаете, то есть, смысл какой-то, то есть, когда украшения используют оружие, так их используют, так даже их называют, да? Вот, так и говорят, даже выражения, женщина вышла в полном вооружении, да? Да, да, в боевом раскрасе, да? Вот, Господь за это дает плеш. А, кстати, даже в прямом смысле плеш. Не догадывайся, каким образом? Онкология. Онкология, и вон он все, химиотерапия, учевая терапия, и все, плеш, он гарантирован, понимаете? Это прямое, причем, интересно, связь гордыни и онкологии, она очень жесткая. Очень многие врачи мне знакомые говорят, что связь есть очень сильная между гордыней и онкологией, понимаете? Это самая прямейшая связь. И на связи с тем, что, что такое рак на самом-то деле? Рак это, фактически, гордыня отдельной клетки, так? Который говорит, все для меня, так? Никому ничего не уступлю, я хочу поступать только по-своему, так? Чтобы все мне втянуть. Что такое гордец? Человек, который говорит, все для меня, я хочу, чтобы все было только по-моему, так? И все дайте мне изволить. Раб, поняли? Это же одинаковое желание-то на самом-то деле. Понимаете? Духовная связь-то одинаковая. Поэтому и такой результат, понимаете? Поэтому результат вместо красивого пояса веревка на чесло вретища, 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 вретища разного бывает, там мешок, если какой-нибудь впред погнали в наказание за злодейство, или там вретища в форме красивого больничного халата. Но смысл-то один и тот же, понимаете? Это наказание, это возмездие человеку за высокомерие и гордыню. Вот, то есть, что вы заметите, да? Господь ровно одинаково относится к мужчинам и женщинам. Для мужчины главное искушение это какое? искушение властью при помощи прямых властных полномочий, так? Вот, а для женщины главное искушение это какое? Это власть при помощи женских чад. Ну, так же самое власть, то же самое властолюбие, гордыня, высокомерие и забвение Бога. Результат одинаково печальный и для того, и для другого. Понимаете, да? Вот, поэтому и дальше говорит Писание. И вас плачет хранилище нарядов ваших. и останешься одинокой. И будешь на землю низвернута. А мужчины убивают своих жен, а жены и художники? Ну, естественно, ненависть и злоба от гордыни напрямую связаны. Вот, но здесь опять-таки вполне интересное обещание какое, что в наказание за гордыню женщине обещается одиночество. от гордыния. А разве так не происходит? Ну, это самый прямой результат, совершенно. мужчины обещается. А мужчины обещается смертная казнь. Вообще? Просто ничего особо. Ну, больше ответственности, понятно ли? просто одна остается, никого нету. Сирк нищетей, никто к ней не обращается, и все. А сколько таких? Что, не видите, что ли, вокруг? Посмотрите, посмотрите. Одиночество в наказании гордых, это прямой результат. А разве не так? А, совершенно, что значит внуки? Гордячка, если даже есть внуки, от нее все и внуки, и дети отворачиваются, понимаете? Это совершенно прямой результат, естественный результат гордости и высокомерия. Поэтому, смотрите, недаром это мы сейчас считаем. Это не только описание 20-ти вековой давности, так? Это гораздо более современное описание, чем хотелось бы, да? Это очень современное описание, согласитесь? Вот, прямо про наше время. Видите, как Бог говорит? Он говорит на века. Слово Божие исполняется в реальном, в том времени, оно исполнено в Приохазе и Примоносии, в Царе Иудейском. Оно исполнено в имена Христа и оно исполнено в нашей жизни, потому что Слово Божие, оно живое. Оно формирует этот мир, понимаете? Как только начинается восстание против Бога, как только начинается забвение Бога и гордыня, результат самый тяжелый для всего, для каждого человека. не дай нам Бог подпасть подказать. А у них цивилизация-то была хуже. Ну, почему? Ну, вот сейчас мы прочитали цивилизацию, очень даже в практическом смысле очень даже удобно. Экологически чистые продукты. Вот я, например, читал как-то описание археологии в Египте, например, Египетской археологии, я просто увлекаюсь историей. Вот, и там очень интересная вещь. Там, значит, на службе памяти не изменяет, там одного мира было, по-моему, 27 сортов. Вот, и других, там было 50, что ли, сортов розового масла, какое-то количество сортов масла лотосового, какое-то количество масла лилейного, там, парфюмерия, там, знаете, какая география парфюмерии была? От Индии до этого, до Испании, представляете? Такой, совершенно огромный индустриб был. Там ткани, которые делали в Египте, ну, да, известные, их же археологи нашли, там, то же самое висы. Там квадратный метр, метр, да, ширина ткани, он спокойно трубочку закрывает, заканчивается и в широкую иголочку его пронизываешь. Понимаете? Ну, вот тонкость ткани, да? Если вы видели когда-нибудь, или бывали в Пушкинском музее, вы могли видеть там такие картинки, там, изображались совершенно голые барышни в каких-то одеждах, так? Вот эти самые тонкие ткани, которые говорится, да, которые ничего не закрывают. Вот это вот, такое искусство, которое было там, все есть, ткани сейчас найдены в секретах изготовления неизвестен. Это лен, обычный лен, но толщина там, по-моему, нитки там в несколько десятков микронов. Как они это делали, мы не знаем. Так что технологии, они там были свои. Они были свои там. Не надо думать, что мы там ходили в грубых, в грубых тряпах. Нет. Там, простите, древнейшие джакузи, например, найдены, например, в метленских раскопках. А не просто ванны, ванны с подводом, газов там, все было хорошо там. Система в Египте и в Плесине и вообще в все цивилизово-странных там была и канализация была, и видопровод с горячей, с холодной водой. Ну и все это было, не надо. Единственное, что изменилась там техника. Тогда там рабы крутили колесо там или животные, а сейчас там парт там делают, электричество делают. Ну и все. А сердце, как вы поняли, совсем не изменилось в людей. Какое оно было, такое осталось. И Господь то же самое осталось. Так же воздавище будет им. Это когда-то очень многие ошибочно думают, что там время, там цивилизация меняет людей. Нет, цивилизация не меняет. Люди меняют только то, верят ли они в Бога, доверяют ли они Ему или не верят, не доверяют. Каятся они перед Господом или не каятся. Вот это меняет людей. А уж внешняя цивилизация самая разная.